Микс Ньюс Добрый день, точнее доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копеин. С нами на прямой связи по скайпу сегодня генеральный директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы 5-го созыва, политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А у вас это «Болтком» это такая, типа тоже входит в одну компанию с «Радио Свобода», «Дольче Велли», нет? Потому что я посмотрел, что по голосам, которые были перед этим рекламой, это голоса, насколько я узнаю, Костя Эйгерта, Михаила Касьянова и Бориса Акунина. Нет, вы угадали только одного из трех. Только одного. Только одного вы угадали. Там еще у нас Владимир Кознер, Алексей Венедиктов и Бобицкий. Андрей Бобицкий, кстати, тоже. Бобицкий. А Бобицкий это... Который был в Чечне, а потом сейчас находится на территории... Сейчас в Донбассе, да? Да, в Донбассе. Понятно. Хорошо. Сергей Александрович, начиная интервью, хотел уточнить у вас в начале. Нередко вас называют в СМИ, в том числе, политологом, приближенным к Кремлю. Вот что это значит? Как вы это воспринимаете, такое определение? Ну, вы знаете, я работаю так или иначе в команде Владимира Путина в широком смысле этого слова, начиная с начала 2000 года. Не с самого начала. Значит, еще могу рассказать историю, как это в самом начале было так, немножко парадоксально, очень пучительная такая очень история для меня. И, ну, в разных апостасях и в проектах администрации в основном, и депутатам Госдумы. Ну, собственно, депутатам Госдумы тоже там работа сильно не изменилась. Я, в основном, как работал с администрацией, так и продолжал с ней работать. Ну, в разных структурах. То есть я являюсь членом команды Владимира Путина в широком смысле этого слова. Ну, занимаюсь разные позиции. То там чаще в совещаниях, то реже в совещаниях. Но, в общем и целом, пытаюсь выражать логику позиции Владимира Путина. Западные СМИ большей частью меня любят цитировать за прямоту высказываний. Потому что все-таки официальные лица, они вынуждены зачастую говорить, много раз оговаривать, поскольку боятся, что их как-то неправильно будут цитировать. Я не являюсь официальным лицом, поэтому у меня в этом отношении свободы немного больше. Ну, как вы знаете, система принятия решений в России достаточно такая сложная, большая. Там много различных центров силы, башень, как иногда так говорят. Но вот мы как-то работаем с одними-то, с другими. Но в широком смысле я остаюсь в команде Владимира Путина практически с начала 2000 года. Наверное, именно это они имеют в виду. Вы также являетесь доверенным лицом Владимира Путина, президента России? Не сейчас, не сейчас, а был предыдущий срок доверенным лицом. Там как бы по срокам идет. Мы принимаем счастье в кассе доверенных лиц в выбранной кампании, а потом после этого он предложил нам продолжить еще на срок президентского срока быть доверенным лицом. Сейчас как бы следующий, сейчас я не являюсь, не вхожу в эту группу доверенных лиц. Ну вот в одном из интервью вы сказали, что в принципе могли бы, возможно, в будущем, ну не исключили такую возможность, что напишите книгу о Владимире Путине. Это будет комплементарная книга? Да, давным-давно должен был уже написать. Здесь просто очень, к сожалению, много времени. У нас слишком много сейчас разговорного жанра, да, в том числе и мы с вами ими занимаемся, да. Концепция книги полностью есть, да. Но она большую часть будет комплементарная, естественно. Ну, подход другой, поскольку я все-таки философ и притолог по базовому образованию. Одна из диссертаций моих студентов, да, там очень хороший был подбор, да, различных концепций лидерства. Я подумал, что вообще правильно было бы посмотреть на правление Владимира Путина просто с точки зрения различных концепций политического лидерства, которые, знаете, существует в современной науке, их довольно много, только, условно говоря, около 15 основных, да. И исходя из этих вот концепций, каждой из этой концепций, я оцените работу, такая небольшая каждая главка. Мне кажется, это было бы учительным для многих людей и для самого Владимира Путина. Было бы интересно вот почитать вот с точки зрения этих различных теоретических концепций, как и выглядит он. Ну, и сама просто, самая интересная, смыслительная работа, интеллектуальная. А что касается комплементарности, ну, во-первых, я еще и инкомандующий, еще раз говорю, Владимира Путина, я его поддерживаю, его политику, все это время. Во-вторых, есть объективные показатели. Ну, подсчитайте, так сказать, все журналы мировые, да, там, насколько времени они удают, выделяют внимание Путину, его, ну, великолепные, эффективные очень политики. Ну, послушайте заявления всяких других лидеров, насколько сильно они уважают Владимира Путина, даже те, кто очень сильно не любит. И его друзья, и его враги, считает Путин один из величайших политиков современного человечества начала 21 века. Ну, вы считаете политику нынешнего президента великолепной, или же вы видите недостатки нынешней политической системы, в том числе, несмотря на то, что вы участник команды президента России? Ну, и то, и другое, да. Значит, она, политика, очень хороша, в том, что ему удалось решить и несколько основных задач. Первая важнейшая задача – это то, что он в свое время отодвинул Россию от края пропасти в начале нулевых годов, куда она могла рухнуть, как, в общем-то, понятно всем. Да, он восстановил экономику, восстановил суверенитет государственной России, восставил управляемость, отодвинул в основном олигархов, независимые, у кого всякого будущего олигарха, теперь у нас есть олигархи, они, скорее, зависимые от государственной власти. Он восстановил силовые институты, он восстановил очень серьезную поддержку населения. Население хочет доверять первому лицу, и население счастливо, что имеет такого президента. Владимир Путин восстановил, как бы, уважение к России во всем мире, во всем мире она воспринимается, опять, как великая держава. То есть вот эти вещи были реализованы. Кстати, военно-промышленный комплекс был восстановлен, что не удалось реализовать. Ну, достаточно, тоже очевидно, значит, первое, не удалось существенно снизить разрыв между бедными и богатыми, и не удалось построить сильный средний класс, он у нас слабоватый. Во-вторых, не удалось сделать политическую систему, которая включала во себя значительное количество интересов. У нас, скорее, политическая система включает интерес различных элитарных группировок, да, а большинство населения, оно так или иначе, это учредно от нее, и у нас то, что Макс Вебер называл полибисцитарная демократия, то есть раз в пять лет приходят, голосуют за главного начальника, в основном ему передоверяют решать все проблемы. Не удалось у нас построить экономику высокотехнологичных производств, это тоже серьезный недостаток. Не удалось переломить ситуацию с образованием, здравоохранением, это ключевые отрасли, отвечающие за цивилизацию, собственно, за уровень цивилизации в любом обществе. У нас есть достаточно плачевная ситуация, науку не удалось переломить ситуацию, у нас по-прежнему наука как бы значительно уступает и науке в других странах, и науке во времена Советского Союза. Не удалось построить широкую коалицию с теми народами, которые хотели быть вместе с нами в коалиции. Например, народ Украины хочет быть вместе с Россией, это достаточно очевидно, но не удалось это сделать. Это одна из больших ошибок, то, что упустили там ситуацию, позволили совершиться русофобскому государственному перевороту и утвердиться о власти террористическому русофобскому репрессивному режиму. Это, конечно, огромный провал нашей внешней политики. Почему в таком случае, если вы называете его русофобским террористическим режимом, Россия не разорвала дипломатические отношения с Украиной, и они остаются, и они работают, несмотря на все трудности? Посмотрите, с точки зрения не журналиста, а с точки зрения людей, человека, принимающего решения. Ну, разорвали мы дипломатические отношения. Что это значит фактически? Ну, убрали посольство оттуда и отсюда. Что от этого кому-то лучше стало? Нет, просто один из ресурсов работы на украинском направлении будет демонтирован. Это как раз и хотят сделать те, кто является врагами России, ну, я имею в виду в геополитическом отношении. Они хотели бы навсегда оторвать Украину от России и превратить таким образом Украину в анти-Россию. И тем самым как бы лишить нас возможности создать ядро цивилизационного развития совместно. Поэтому разорвать дипломатические отношения, это означает просто-напросто действовать в русле тех, кто хочет навредить России. Нет, поэтому они сохранены и совершенно правильно, как один из главных ресурсов. Владимир Путин многократно повторял о том, что мы единый народ, и вот это искусственное как бы разделение пытаются сделать нас, и мы будем стараться его преодолевать. И война на Украине, она носит характер гражданской, потому что это убивает друг друга части единого народа. И солдаты вооруженных сил Украины, которые гибнут в этой войне, это тоже наши люди, это обманутые, оболваненные части России, которые воюют против России. Такое уже было. Как вы знаете, это на той же Украине были полицейские формирования, которые контролировались службами безопасности нацистской Германии. Сейчас они контролируются также спецслужбами иностранных государств. И, как вы знаете, я никогда не говорил, что в Украине есть диктатура Порошенко. На Украине установлена диктатура иностранных спецслужб. Это, например, США, Канада, Айверикобритания и Польша. Вот четыре основные и наиболее активные группировки, ну и другие тоже там немножко ураганят. Но именно они осуществляют как бы диктатуру над страной, именно они заставляют путем пропаганды и террора убивать украинцев друг друга. Ну, с моей точки зрения, украинцы – это часть большого русского народа, в широком смысле этого слова. Участие России все-таки в конфликте на Донбассе, поскольку Владимир Путин сначала говорил, что там нет российских специалистов, затем он говорил на предконференции, что они там есть. То есть, все-таки участие России в делах суверенного государства, как вы можете объяснить? Украина не является суверенным государством. Почему это? Независимая страна. Ну, как я же сказал, иностранные спецслужбы произвели в стране государственный переворот, захватили власть, сделали это в стилистике 21 века, а не 19-го и даже не 20-го, и лишили Украину свободы и суверенитета. Ну, а Украина ведь как независимая государство может сама решить, с какими спецслужбами взаимодействовать. Это не Россия решается власти. Это верно. Совершенно право. Украина сама может решить. Но для этого у них должно быть право свободного высказывания. На сегодня права свободного высказывания у граждан Украины нет. Ни одни выборы с 2014 года не являются ни свободными, ни демократическими, ни всеобщими. И свободы средств массовой информации тоже нет. Все противники русофобской хунты подвергаются активному террористическому давлению. Поэтому у украинского народа нет возможности выразить свою позицию. У него украдена эта возможность этими иностранными спецслужбами, которые захватили в основном власть в стране. А теперь, собственно, про российское участие, если вас интересует. Значит, насколько я понимаю, в критические моменты марта-апреля 2014 года Россия поддержала крымчан в их желании вернуться в состав России, но не поддержала восстания в Одессе, Харькове, на Донбассе и в Запорожье, которые тоже начали развиваться. Это была большая стратегическая ошибка, с моей точки зрения. Нужно было поддержать. Если бы российские войска вошли на территорию Харьковской, Одесской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей, то их приветствовали бы примерно так же, как в Крыму население цветами. Итоги на референдумах в этих областях были бы примерно такие же. Ну, в некоторых областях, таких как у Луганской, Николаевской, проценты были бы выше, чем в Крыму. В некоторых, таких как Харьковской и Одесская, такие же, как в Крыму. В некоторых, таких как Херсонская и Днепропетровская, и ниже чем, немного, чуть-чуть ниже, чем в Крыму. Ну, в принципе, тогда нужно было, конечно, вводить войска, обеспечивать нормальное функционирование, так сказать, там власти государственной, украинской собственной власти. Хотя некоторые говорят, что нужно было предоставить, как и крымчанам, право на референдуме определиться, с кем они хотят жить. Продолжать, хотят они жить в Украине, независимой от России, либо они хотят воссоединиться с Россией, как они были на протяжении многих столетий. Но тогда, тем не менее, такой поддержки не было. В результате, значит, состоялись переговоры в Женеве в апреле месяце, где, так сказать, западные страны дали гарантии того, что после государственного переворота государственная власть войдет в более-менее нормальное русло, и права русскоязычного населения, в том числе, будут уважаться, и политика террора будет прекращена. Это очень важное совещание в Женеве, оно упускается, большей частью наблюдателями, как-то подзабыли про него. Однако оказалось, что это обязательства киевского режима и западных стран, это, например, США, Франция и Германия тогда были, и Великобритания, значит, они не были выполнены. В результате репрессии ПВШ увеличивались, и восстание, соответственно, разрасталось. Но Россия по-прежнему не оказывала никакого прямого влияния, но начало оказывать небольшое косвенное влияние, особенно после того, как стало очевидно, что восстания в Харькове и Одессе подавлены неунацистскими подразделениями, а восстания в Донецке и Луганске, они вроде бы, так сказать, побеждают, и там состоялись референдумы. Причем Путин, он вообще-то референдумы сами эти не очень поддерживал тогда, он считал, что это излишнее, это не совсем нужно никому. Но, тем не менее, в общем, какая-то позиция была выражена. И такая небольшая, косвенная поддержка, это восстание в Донецке и Луганске была, но очень небольшая и косвенная. Давайте об этом поговорим после небольшого перерыва. Нам надо сейчас делать паузу на новости и рекламу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня политолог, депутат Государственной Думы Российской Федерации 5-го созыва. Сергей Марков. Здравствуйте еще раз, Сергей Александрович. Продолжая наш разговор. Один из аргументов, который, скажем, приводит, контраргументов по поводу присоединения Крыма к России, это Россия и Курилы. Курильские острова, которые Россия не собирается отдавать Японии. Если Япония тоже решит, что Курилы хотят быть ее частью, и просто вот как Россия Крыма заберет их себе. Вот как вы считаете, насколько это сопоставимая вещь? Значит, бежды какие-то вещи. Значит, ну смотрите, ну, во-первых, есть позиция граждан, да, позиция граждан Крыма, да, она однозначная. У кого-то есть сомнения, что у гражданей Крыма, ну, там где-то 85%, да, потому что с крымскими татарами там особая ситуация, там она чуть-чуть сдвигается, позитив, но все равно там особая ситуация. Граждане Крыма в абсолютном своем большинстве за то, чтобы Крым был в составе России. А граждане Курилы, они против присоединения с Японией. Между прочим, по... в Уставе Организации Объединенных Наций с 45-го года только, 20-го века, записано о том, что вообще присоединение от одной территории к другой без воли изъявления граждан на территории недопустимо. Вот до Второй мировой войны это было допустимо по международному праву, а сейчас это недопустимо. То есть желание вот этих граждан в какой стране жить является ключевым, это первое. И второе – это характер правительства. В России нормальное цивилизационное правительство, да, цивилизованное правительство, опирающее на большинство населения, там, и так далее. А в Украине в марте-апреле, в феврале-марте-апреле, 14-го года, никакого правительства не было законного. Была хунта, захватившая силы и власть, и силы – это власть удерживающая. Поэтому, значит, уйти из-под власти этой хунты было, как бы, право любого территориального образования, да, и долг любой цивилизованной силы поддержать освобождение тех или иных социальных групп или населения, тех или иных территорий из-под власти хунта, проводя незаконно захватившие власть. А есть какие-то сомнения, что хунта власть захватила незаконно, нет? Есть сомнения, безусловно. Нужно объяснять. Объясняю. Значит, были захвачены центры города вооруженными боевиками в феврале 14-го года, было захвачено нарушение договоренностей, которые были тогда между Януковичем и оппозицией о том, что разоружение предстоится. Янукович разоружился, выполняя эти договоренности, а его противники 100% нарушили эти договоренности и вместо разоружения, начали захватывать освобожденные от охраны эти центры города. Кроме этого, стоялось свидание Верховной Рады. На этом свидании Верховной Рады Януковича странили от поста президента на основании того, что он не был в это время в Киеве. А такого основания нет. Это получается любого лидера. Янукович уехал в Харьков, а его... Кстати, он спасался от угроз убийства. Это нормально абсолютно. И его основания, о современной классе по основаниям, которые не существуют в украинской конституции. Не говоря о том, что, кроме этого, депутаты Верховной Рады силой, угрозой убийства принуждались к голосованию. А депутаты-коммунисты, так они вообще не голосовали. У них просто-напросто отобрали эти карточки и голосовали вместо них. Издание парламента, когда проходило проголосование, было окружено неунацистскими вооруженными боевиками, которые недвусмысленно угрожали убийцам всеми тем, кто не проголосует так, как от них требуют. Но, между прочим, именно так Гитлер в свое время заставлял голосовать немецкий Герестаг за чрезвычайные полномочия. Но сегодня Россия признает легитимность президента Зеленского и украинской власти, в частности. Не вполне. Значит, Россия очень серьезно с Петром Порошенко, в свое время накололос. Я хорошо знаю Петра Порошенко лично. Приличный человек, так сказать. И у него прекрасная семья. И поверьте мне, любой лидер Украины хочет обязательно мира на Украине. И за счет этого хочет стать таким, ну, ведущим, что ли, как бы политиком на многие годы. И Порошенко тоже очень хотел мира. И он контактировал постоянно с Москвой. Говорил, вот, значит, сейчас, когда у меня будет полнота власти-то, да, я тогда и выйду на мир. Ему поверили. И поэтому Россия не заняла жесткую позицию во время избирания Петра Порошенко. Петр Порошенко, кстати, был наименее антироссийским политиком. И всех, кто участвовал тогда в выборах, ну, реально, кто мог участвовать. Потому что Добкину, Цареву, например, они зарегистрировались. Но им участвовать в выборах, как известно, не дали. Угрожая им постоянно убийством. Даже чуть не убили Олега Царева. И вот он, проголосовав на этой максимальной платформе за мир, он пытался выйти на мир. Поэтому Россия признала его тогда, как бы, ну, не то, что признала в выборе честной свободы, но признала его в качестве президента. Но Петру Порошенко нужно было взять под свой контроль кабинет министров и Верховную Раду. Он объявил эти выборы. Но американцы узнали об этих переговорах и дали приказ Центрсбиркому фальсифицировать выборы. И блоку Народный фронт, это, ну, самый такой блок военных преступников и всяких неонацистов, да, дали приказ ему приписать 27 или 28 процентов голосов для того, чтобы он и украсть эти голоса именно у Порошенко. Для того, чтобы он мог потом в правительство ввести именно этих людей, именно Яценнику, Турчинову, Авакову, людям из этого блока военных преступников Народного фронта и заставили Порошенко отдать силовые институты. Таким образом, вот этот план Петра Порошенко по миру на Донбассе, он полностью провалился, как и провалилась полностью российская стратегия как-то выйти на мир с этим президентом. Михаил Зурабов тогда отстаивал эту позицию, тогдашний посол, он долго сохранялся. В этой позиции была своя разумность, максимально, так сказать, без крови выйти как-то на мирные соглашения. Но не получилось тогда. Теперь вот в новых условиях. Зеленский опять вышел с программой мира, как вы знаете, абсолютно, он говорил, что он хочет мира. И, так сказать, ну Россия уже наученная тем, что, так сказать, там по-разному может получиться. Она сказала, нет, товарищ, ты сначала давай-ка сделай что-то такое для мира, а потом мы уже будем признавать тебя или нет. Мы не признаем легитимность выборов, произошедших на Украине, но признаем, что Зеленский де-факто является президентом Украины и де-факто контролирует правительство Украины. И, так сказать, в этом смысле он должен рассматриваться как президент Украины, но президент не избранный на честных, свободных, справедливых выборах. У нас звонок есть сейчас, радиослушатели на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Да, задавайте вопрос. Александр. Да, Александр. Сергей Александрович, у меня такой вопрос. Ну, про Украину я не буду вам задавать вопрос. А вот вы все-таки разговариваете с прибалтийскими русскими. Судя по интервью, вы к этому не готовились. Вот мне интересно, что вы думаете о работе с соотечественниками в частности при Балтике. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы перечислили, какие задачи не решил Путин за 20 лет. Практически ни одной задачи он не решил. А что он говорит? Ленин, так сказать, подложил бомбу. Советский Союз делал только галоши, которые в Африке продавали. На форуме. Да, задавайте вопрос, Александр. Очень мало времени, пожалуйста. Да, задаю. Во Владивостоке он сказал, что вообще Владивосток не развивался. А сам не решил ни одной задачи. И вы за это его уважаете? Да, спасибо. Ну, я уважаю Путина не за то, что он говорит про галоши. Значит, я уважаю его за то, что, например, если вы знаете, первые 10 лет правления Владимира Путина шел беспрецедентный рост уровня жизни. И просто, наверное, можно сравнить его только с ростом уровня жизни после окончания Великой Отечественной войны и, наверное, только вот это, огромный рост. А это очень хорошо, это большое достижение. Делать так, чтобы наши люди могли нормально жить и ездить в отпуск к морю. И, так сказать, это хорошо. Плюс я добавлю рост среднего продолжительности жизни. Значит, в России идет, ну, практически вот путинское время. Значит, сначала он не очень хорошо шел, потом поняли о том, что сверхдешевая водка, она является главной, одной из главных причин низкой продолжительности жизни. Стали этим бороться, с помощью этого бороться. Ну, и сейчас вот последние 15 лет средняя продолжительность жизни в России растет темпами примерно 4 месяца в год. Это, кстати, неплохие темпы. В Евросоюзе она растет примерно темпом 2,5-3 месяца в год. То есть мы здесь даже опережаем Евросоюз, хотя и с более низкой базы. Ну, как я сказал, удалось вернуть суверенитет стране, удалось создать крупные корпорации. Какие-то вещи начали делаться. Ну, например, вот если вы бываете в Москве, вы видите, что Москва живет, конечно, абсолютно процветающим образом. И я бы сказал, уровень жизни в Москве, без сомнения, выше, чем средний уровень жизни в Евросоюзе. Ну, это же не только Москва, а Петербург, предположим, так сказать, еще несколько таких крупных городов не очень неплохо живут. Посмотрите, как преобразовался Сочи. Для этого использовали Олимпийские игры в качестве такого, что ли, инструмента. Ну, вот там же главное другое. Там построены великолепные дороги, создан огромный, по сути дела, комплекс, который сейчас в результате имеет возможность принимать туристов значительно больше. Вообще, курорты Краснодарского края сейчас имеют возможность принимать, я сейчас боюсь ошибиться с точной цифрой, но где-то порядка около 15-20 миллионов отдыхающих в год. Согласитесь, это очень неплохая цифра, и вообще, так сказать, то, что количество людей у нас, которых к море ездят летом, оно растет, это очень хорошо для нашей большой северной страны. Вот эти вещи лично мне нравятся. И мне нравится то, что у нас иностранцы не указывают, как нам жить. Что касается балтийских стран, я считаю, что у нас, к сожалению, там сорвновались форсофобские режимы, но при этом, с моей точки зрения, есть разница между Литвой, которая ближе, как и в Польше, в которой русофобские режимы носят демократический характер. И, в другой стороне, Латвия и Эстония, где русофобские режимы носят недемократический характер. Но основание чего вы делаете такое? Отстранение существенных групп населения от формирования государственной власти, я делаю такое. Вы имеете в виду неграждан эту проблему? Ну, статус, да, статус неграждан. Мне кажется, всем этим людям должна быть дана вся полнота политических прав. Кроме того, русский язык, как язык существенной части населения, без сомнения, должен быть государственным, вторым государственным языком. Ну, или, может быть, третьим. Я, честно говоря, сделал бы и английский тоже третьим государственным языком в этих странах, поскольку у нас интернационализация идет. Но без статуса государственного русского языка говорить о демократизме в этих странах нельзя. У нас еще есть звонок. Приму вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, задавайте вопрос, пожалуйста. Как вы отыниваете высказывание Володина, председателя Думы, что есть Путин, есть Россия. Нет у Путина, нет России. Что, все на одном человеке, что ли, держится? Спасибо. Что же это за государство такое? Вот не будет Путина. Что будет тогда? Да, положительно я отношусь к этому высказыванию Володина. Оно, может быть, такое гипертрофировано подчеркивает мысль. Ну, мысль достаточно простая. Вот смотрите. Ну, во-первых, у нас мы выходим из хаоса 90-х годов, да, в условиях, так сказать, достаточно больших социально-экономических проблем. Поэтому такой, как коллеги называют, моноцентрический характер власти или при бесситарных характерах демократии, это норма даже в соответствии с любыми учебниками политологии. То есть это требование, по сути дела, такое, как бы, когда власть сконцентрирована во многом в руках одного человека. Не полностью, но во многом. Это реальность. На нашей части Путин оказался очень хорошим и сильным, позитивным политиком. Именно вот из-за этих двух характеристик того, что он очень хороший, сильный политик и, с другой стороны, система власти, удар против России сконцентрирован, прежде всего, именно против Путина. Свернуть Владимира Путина путем некого российского Майдана, вот то, ради чего работают в рождебной России геополитические центры. Вот именно это имел в виду Володин. И плюс еще мы должны понимать, что если бы, предположим, удался государственный переворот типа Майдана в России, то вы думаете, все вернулось бы к 90-м годам? Да ничего подобного. Почитайте, что они пишут там про себя, наши коллеги, которые работают против России. Они говорят о том, что это была огромная ошибка, что в 90-е годы не дожали Россию и допустили ее возрождение в качестве самостоятельного субъекта, позволив прийти к власти Путину. Поэтому будет принято решение, если бы удалось вернуть Путина, которые создали бы систему, не допускающую в принципе возвращения сильного самостоятельного политика в качестве лидера России. То есть я предполагаю, что была бы система создана колониального развития, плюс Россия была бы разделена на несколько государств. Как вот Украину, которую, собственно, часть России отделили. Сария внушает, что украинцы отдельные от русских. Точно так же планируется отделить Сибирь и потом внушать им, что сибирский язык отличный от русского, и сибиряков всегда русские угнетали. Тоже казаки они собираются сделать. И утверждать, что казаков всегда угнетали русские. И Урал тоже будет достаточно независимым. Республики Поволжье тоже предполагается сделать их такими, но тем более менее мусульманскими. То есть совершить такое территориальное расчленение России и ликвидацию России как страну, которую мы знаем на протяжении последних примерно пяти-шести столетий. Еще у нас есть звонок. Да, помню, звонок есть. Да, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Во-первых, большое уважение к вашему оппоненту. Мы часто слушаем вас в всяких ток-шоу. Я считаю, что ваша такая последовательная позиция вызывает уважение. Единственное, конечно... Да, вопрос задавать, очень мало времени, Алексей. Вопрос очень простой. Скажите, вот к чему стремится Россия? Вот вопрос национальной идеи, например, через 20 лет. Чего вы хотите достичь? Вот вы решаете такое ощущение локальной задачи? Да, спасибо, мы поняли. Да, очень хороший вопрос. Я думаю, что ответ на него такой, что... Значит, два ответа, как бы. Первое, значит, ну, хотелось бы сделать Россию процветающим, при этом суверенным государством. Это отличие от всех остальных. Многие, как вы знаете, европейские страны, хотят быть процветающими, но их уже не интересует суверенитет. А Россию интересует суверенитет. Это наше отличие, да? Мы хотим сами быть хозяевами в своем доме. И такова вот воля народа России. Нравится это кому-то или нет? И второе связано с этим. Мы хотим сами определять свои ценности. У нас некоторый акцент такой традиционной ценности, религиозной. Но самое главное там другое. Самое главное не то, что там важнее православие, там эти религиозные ценности. самое главное не то, что как у нас там лунгейм относится, а самое главное то, что мы хотим сами определять, как мы относимся к этим проблематикам. Мы, вот народ, сами должны решать, какие будут порядки в нашем доме. Вот это в широком смысле. Это один ответ, а другой ответ заключается в том, что в современном мире, где такие сильные тактические вызовы и где такая большая разбалансированность, то, естественно, многие политики делают акцент прежде всего на решение тактических задач, понимая, что стратегически ставить очень трудно, просто потому, что окружающая среда меняется просто настолько стремительно, что стратегии становятся трудно реализовывать. Еще есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, я очень буду коротко. Значит, иногда слушаю и смотрю телеканал Дождь. Ну, вы знаете, что это за программа. Скажите, пожалуйста, ожидается ли смена власти или рокировка, скажем, Медведев, Путин, Шойгу? Вот уйдет Путин, станет он министром обороны, а Шойгу станет наоборот президентом. И что, продлится все то же самое? Спасибо. Да, вы, кстати, сказали, что Путин на следующий президентский срок не останется. Вот в одном из недавних интервью. Что он не хочет повторить путь Брежнева, скажем, пожилого человека у власти. Да, да, да. Без сомнений, не хочет повторить путь Брежнева. Я думаю, что он будет стараться уйти, так сказать, от власти. Я думаю, что следующий человек, который будет после Путина, будет принадлежать другому принципиально поколению. Он, условно говоря, лет на 30 младше поколения Владимира Путина. Ну, может, на 25 и так далее. Но это зависит от того, прекратится ли гибридная война против России, которая ведет западная коалиция. Если у нас будет мирная ситуация, то в мирной ситуации произойдет конституционная смена власти. Если Россия сохранится в состоянии войны, точнее сказать, защиты от агрессии против России, цели уничтожения России, то, конечно, политическое руководство, я думаю, очень серьезно задумается, стоит ли заниматься сменой власти в условиях, когда со стороны бьют, и бьют, и бьют. Я думаю, что наиболее вероятно в этом случае, что Путин и его команда останутся у власти до окончания вот этой гибридной войны против России. Еще раз взаимок успеем принять. Здравствуйте. Коротко, если можно, задавайте вопросы. Добрый день. У меня, собственно говоря, все ясно. Единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, а как же произошло так, что нацистская хунта и неонацисты не поубивали все русское население Днепропетровской, Харьковской области, Одесской? Почему они все живы? Расскажите, пожалуйста. Да, спасибо вам. Да, но у нас буквально полтора минуты остается. Да, очень мало времени. Можно коротко. Они боялись, что они будут, если репрессии будут слишком большие, то вопрос-напросто в восстании будет немедленным. Это раз. Во-вторых, их задача не убить русских. Их задача сделать из русских антирусских. Эту задачу они выполняют с помощью концепции террора и пропаганды. Сергей Александрович, хочу уточнить у вас уже в завершении эфира. В эфире «Эхо Москвы» в недавнем вашем интервью вы сказали о том, что все врут, но вы меньше, чем остальные. Как вам живется? Не знаете? Вы сам, что ли, не знаете, что это так? Как вам с этим живется? Вы-то знаете, что это так? Как вам с этим живется? С тем, что приходится врать? Очень трудно сказать. Меня за то, что я говорю правду больше, чем остальные, приходится очень-очень сильно бьются с разных сторон и так далее. Но я не знаю, как меня родители приучили. Говорить правду всегда, насколько это только возможно. А врать? А многие, к сожалению, а? А говорить мне правду? В рамках командной работы иногда приходится, знаете, есть такой принцип, значит, дискуссии до принятия решения, вот если, например, создается какое-то решение, да, вот в команде, да, идут дискуссии одни, одно, другое. Потом решение принято в команде, оно реализуется, даже если вы были против этого решения, вы же не должны толдычить, я против, против, против. Вы в рамках команды уже реализуете принятое решение. Это абсолютно нормальная, как бы, практика, демократические процедуры. Но, еще раз повторяю, я вру на порядок меньше, чем большинство тех, кого вы видите и слышите. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Политолог Сергей Марков был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания, пожалуйста. До свидания.